добрый вечер уважаемые подписчики моего канала и гости моего канала уважаемые розоводы я снимаю розы goldstein pearl эта роза была у меня неизвестна до прошлого года в прошлом году мне подписчики подсказали мои и я значит стала смотреть характеристики этой розы интересоваться этой розой но когда мне писали мне писали многие goldstein pearl ну то есть gold это золото желтое я думаю ну к чему здесь это название и стала я интересоваться этой розой смотреть значит вышла на сайт кордышона и прочла что эта роза называется goldstein pearl то есть голдштейнская жемчужина вот и потом меня заинтересовало что же такое goldstein goldstein это оказывается федеральная земля германии но почему аккордес они немцы щепетельный народ такой пунктуальный они зря каких-то спонтанно каких-то решений не принимают чтобы назвать эту розу я заинтересовалась значит как кордес вообще мне интересно была его мысль как он шел к этому значит чтобы назвать ее голдштейн перл голдштейн перл ну значит я попросила про эту землю оказывается значит с 11 века за эту землю в европе велись значит постоянные войны с 11 века и заканчивая 20 веком значит воевали за эту землю значит все страны германия значит отбивалась от всех австрия значит дания претендовала на эту землю в общем все и вы не не представляете и даже россия участвовала англия россия все вся европа воевала именно за эту землю густейн и значит я подумала но кордес вот имел ввиду вот этот красный цвет я снимаю ее вечером днем невозможно передать цвет этой розы вот сейчас 8 часов вечера и видно цвет этой розы кораллово-красный цвет она стоит и горит в саду всегда вот таким вот цветом горит значит вот значит почему кордес я думаю так назвал ее голдштейн перл потому что это жемчужина раздора он имел ввиду видимо жемчужину раздора я так думаю потому что голдштейн земля немецкая являлась жемчужина раздора всех стран если вы почитаете в википедии про эту землю очень интересно там написано вот так что иногда узнавая значит что же означает имя этой розы можно узнать очень много нового для себя вот у меня в саду пять кустов этой розы вырастила я все розы из черенков эти вот высота розы 2 метра достигает вот сейчас она у меня стоит вы видите вот этот вот саженец вот он макушка этого саженца 2 метра высота его значит что хорошо и что плохо в этой розе значит формировать эту розу довольно сложно если обрезать ее формировать оставлять 4-5 почек она формирует вот такие метелки видите вот метелка стоит метелка но уже вечер плохо видно а если ее срезать на две почки она сформирует вам вот такую вот махину двухметровую вот как вы видите сейчас видите в саду вечер и как она горит в саду вот так она выглядит саду сейчас вот она там тоже стоит и ее видно эту розу Голстейн перл вот у меня эта роза вот двухметровая стоит еще один саженец двухметровой розы стоит вот он он двухметровый саженец этой розы Когда была буря, у меня, значит, один побег выломала под корень этой розы. То есть плохо то, что она дает побеги, базальные побеги дает постоянно. То есть она от корня гонит побеги, и на их конце бывают одиночные соцветия, а бывают вот, то есть одиночные цветы и соцветия. И когда вот эти сильнейшие ветры, как у нас, если вы видели бури, то они выламывают нам вот такие вот огромные розы. Вот, это что касается формирования этой розы. А теперь, значит, роза на жару, она особо не реагирует. Она стоит вот такая будет у вас, вот такого цвета, кораллово-красная, да? Но на дождь она очень даже реагирует. Когда проходит дождь, у нее вот такой вид, вот какой-то бутон. Какой-то, вот такой вид у нее. Камера уже не ловит темно. Вот, вот такой вид у этой. Вот, вот сейчас вечер, и она вот так вот прекрасно. В саду красном, видите? Вот, и здесь вот все остальные розы, она выделяется. Вот ее, значит, бутоны, еще одна. Сейчас я покажу еще одну. И вот здесь вот она, она стоит. Вот, видите? Вот так она светится в саду, эта роза. Вот, ее видно отовсюду, и так она сияет на фоне вот этих вот цветов роз. Вот я ее за это люблю. За то, что она вот неповторимый цвет имеет. И вот такая вот роза. Ну, значит, в википедии читаю я, продолжаю я, значит, вам рассказ о том, как, значит, я проводила расследование имени этой розы. Читаю в википедии второе, значит, второе значение. Там несколько значений нам предлагают. Вот, вот, читаю я значение второе, значит, Голдштейн, значит, и это, оказывается, такое имя носила дивизия СС во время Второй мировой войны. Ну, вот, значит, роза, значит, с таким именем осталась, а дивизии, как вы знаете, благодаря нашим дедам уже нету давным-давно. Вот, роза Голдштейн, перл, кордость, 1987 год.